Сегодня я расскажу о православной иконографии. Икона — это греческое слово, в переводе на русский язык означает «образ». Вот перед нами образ Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Священное Писание говорит нам о том, что Бога никто никогда не видел. «Сын Единородный, сущий в недрихотчих, Он явил». Вот Он явил. Поэтому Бога мы изображаем только в виде Сына Божия, таким, каким Он явил Себя человеком. Кроме того, в церкви употребляются иконы Святой Троицы. Троица Святая обычно изображается как явление Бога, Ветхозаветному праведнику Аврааму, в виде трёх ангелов. Это всем известная, всемирно известная Троица преподобного Андрея Рублёва. Есть ещё так называемая Новозаветная Троица, то есть изображение Новозаветной Троицы, где изображён Бог Отец, Бог Сын и Дух Святый в виде голубя. Вот такое изображение. Но это изображение не каноническое. То есть неправильное. Это не традиционная православная иконография, это довольно позднее уже такое подражание западному иконному письму. Потому что Бога изображать, Бога Отца изображать, неканонично, неправильно, невозможно изображать, ибо его никто никогда не видел. Любое поэтому изображение Бога Отца будет плодом вымысла человеческого, человеческой фантазии, а стало быть ложным. Ну, хотя здесь и надпись есть «Агия Троица», вот и ООН на нимбе, то есть сущей написано, но это, повторяю, не каноническая икона. Ну, продают в храмах, в церковных лавках. Есть у нас правило Седьмого Вселенского Собора, которое закрепило, зафиксировало то, какие иконы могут быть и как к ним относиться. Вот я здесь в выписку такую сделал. Определением этого Вселенского Собора к иконам необходимо так относиться, что честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющейся иконе поклоняется ипостаси, изображённого на ней. По образу того, как, если, скажем, мы уважаем какого-то человека, то его портрет мы повесим на почётном месте. А если мы этот портрет придаём уничижению какому-то, поруганию, то понятно, что весь наш гнев, наша неприязнь, она обращена, конечно, не к бумаге, не к краске, не к материалу, а именно к личности того, кто на ней изображён. Поэтому почитание иконы — это, прежде всего, почитание той личности, кто на ней изображён, а не материала, как иногда баптисты говорят, «Вы кланяетесь к дереву». Нет, мы кланяемся к образу. Надо сказать, что православная иконография имеет несколько очень важных правил. Первое, чем икона отличается от картины, это надписание, наименование. Вот здесь мы видим Иисус Христос, ИС, ХС. И уже становится понятно, что здесь изображён Спаситель, Иисус Христос. Кроме того, любая икона имеет надписание, наименование. Вот возьмём икону Божией Матери. Матерь Божия. Буквки такие есть. Бывает внизу, даже есть надпись. Вот здесь написано образ Пресвятой Богородицы Смоленский. Смоленский образ. Вот возьмём иконочку Святой Блаженной Ксении Петербургской. То же самое, Святая Блаженная Мать Наша Ксения. Вот так. Это первое. Чем икона отличается от какого-то изображения, которое может быть и священное, может быть там на какую-то библейскую ситуацию написана картина, скажем, как в Детской Библии, но всё-таки иконами эти изображения не являются. Второе. Чем характерна икона, её отличительная, важная особенность — наличие нимба. Вот этот круг называется нимбом. Нимба обозначает святость того, кто изображён на иконе. У иконы Спасителя нимб особый. Господу Иисус Христу рисует нимб крестовидный с таким вот крестом, вот такие полосочки. И обязательно на нимбе написано «О, О, Он, Сущий». Сущий — это имя Бога. То есть в Ветхом Завете Бог открылся, когда Моисей спросил «Господи, как имя Твое?» Господь ему сказал «Имя мое Сущий». Сущий, потому что всё в этом мире произошло от несуществующего. А сущим, существующим всегда и имеющим в себе, именно в себе имеющим это бытие, является лишь Бог. Мы все получили от него, от несущего существуем. Итак, любая икона имеет нимб. Нимб обозначает святость. У нас в православной иконографии нимб изображается в виде круга вот такого за головой. Но по-разному. Вот и такие вот у нас нимбы есть. Ну, это классический нимб вот такого золотистого цвета, который означает «Славу Спасителя», его святость. В католической западной иконографии мы можем обратить внимание на то, что нимбы тоже имеются, но они выполнены в изометрии. Вот как бы такая, как сказать, как тарелочка, что ли, вот такой круг. Почему так? Потому что там смысл и значение нимба это корона. Ну, тоже обозначает святость. Но она как корона, и поэтому и изображается так в изометрии. А у нас это изображение, ну, вот такое вот сияние нерукотворное, которое исходит от человека. и которое есть признак святости, святости Божьей в человеке. Надо сказать, что сам нимб, сам по себе нимб, пришел в православную иконографию с более древних, еще дохристианских времен. Потому что мы можем находить изображения весьма древние с нимбами. Например, фараоны египетские с нимбами изображались. Нимб в таком случае означал статус человека, ну, какого-то владетельного, властимущего человека, таких знатных, богатых людей, главных, имеющих такой статус, главных, как, скажем, императоры изображались, фараоны изображались, с нимбами. Византийские императоры, кстати, тоже с нимбами изображались. То есть здесь нимба имеет значение другое, не святости человека, а его статуса. И еще мы можем у буддистских изображений найти тоже, увидеть нечто подобное. нимбу, там это означает сияние, просветленность этого человека. То есть мы видим, что такой художественный прием, как нимб, применяется не только в православной иконографии, но в православной иконографии он имеет вот такой вид, и он обозначает святость человека. Кроме того, это я две назвал таких отличительных черты иконы, это нимб и надписание, наименование. Кроме того, икона выполняется по определенным иконописным канонам. Для письма иконы, классической традиционной иконы, используются цвета охристые преимущественно. Используется стиль, который передает нам не объем, не плоть, который уходит как раз таки от реализма объемного изображения, перспективы и других приемов, которыми пользовались всегда художники, чтобы приблизить изображение к реальному тому, что мы видим вокруг нас, виду. На православной иконографии наоборот, напротив, используется обратная перспектива. То есть обратная перспектива это такое расположение предметов на иконе, когда ближний план, ближние предметы будут не шире, как в обычной перспективе, а дальше сосужаться вдали, а наоборот, спереди будут узкие, маленький размер, а дальше идет на расширение. Это называется обратная перспектива. Это сделано намеренно. Как и временами, мы это можем видеть на иконах, искажение пропорций. Пропорции. Иногда мы видим какие-то непропорциональные длинные руки, тонкие ноги, маленькая голова, может быть, пропорции, общие тела, могут быть не такие, которые отвечают физиологии человека. Это сделано намеренно, для того, чтобы подчеркнуть изображение, духовность изображения, не отмирность его, что это не просто портрет, это не просто изображена плоть человеческая, что-то изображено, но что-то не отмирное, не от мира и сего. И действительно, ведь любая икона передает нам, прежде всего, духовный образ человека, а не его портрет. И поэтому вот иконография православная, она следует таким принципам. Иногда встречаются иконы в окладах. Оклад — это обычная чеканка, которая выполнена из цветного металла, меди, олова, серебра или золота, или бывает медь посеребрённая, медь позолоченная, для того, чтобы украсить икону, потому что древние люди считали, что если мы для мирских украшений используем драгоценные металлы, то тем более святыни, какие-то иконы, храмы, они тем более их подобают украшать драгоценными металлами, драгоценными камнями, вышивкой, бисером и так далее. Кроме того, в древности не было стекла, и когда писали икону, то она, её покрывали несколькими слоями олифы, для того, чтобы защитить слой краски от истирания, потому что иконы в руки брали, иконы целовали, и всё это от времени стирается. Кстати, именно поэтому древние иконы не такие тёмные, потому что олифы очень быстро на свету темнеет. И вот те иконы, которые мы сегодня видим из древних таких вот образцов, они действительно тёмные, но писались они не тёмными вовсе. Никогда лики Спасителя или Божьей Матери не писались такими тёмными красками. Сегодняшняя икона это вот стилизация, может быть, подражание древнему письму. На самом деле писались лики светлыми, и до нас они дошли тёмными лишь, потому что это уже веяние времени. Так вот, видите, вот сегодняшняя икона покрыта стеклом. Иногда в древности её покрывали олифой, толстым словом олифой, чтобы защитить слой краски, или делали оклады. Оклады появились примерно в XII веке, но наибольшее распространение они получили уже в веке XIX-XVIII. Их уже стали делать не ручной работы, а штампами, и оклад потерял свою исключительную индивидуальность. И со временем стал уже не украшением окоды, а каким-то наоборот. Иногда бывает, писали только лик и важные части тела руки, а дальше там всё не прорисовывалось. Поэтому уже иконы в окладах стали как бы по своему уровню и коронографического искусства ниже, чем изначально это было. Что ещё о иконах можно интересного рассказать? Первые иконы, первые священные изображения находят в римских катакомбах. Датируются первым веком начала христианской церкви такие изображения, как пастырь, несущий овцу на плечах, как рыбаки закидывающие небо. Все эти библейские, вернее даже евангельские сюжеты, они все были изображены в катакомбах, где христиане собирались для своих молитв. И там именно и первые изображения спасителя, вот такие виде пастыря и имеются. Непосредственно икона самая древняя была обнаружена в захоронении в полукилометрах от базилики святого апостола Павла в Риме в захоронении в каком-то склепе римском древнем и датируется это изображение третьим веком. Там изображен апостол Петр, апостол Андрей и апостол Иоанн. Отец церковной истории Евсей Памфил на рубеже третьего и четвертого века рассказывает о виденной им бронзовой статуе Христа. Смотрите, третий и четвертый век и он вот что пишет. Я рассказывал, что сохранились изображения Павла, Петра и самого Христа, написанные краском на досках. Сохранились. То есть он уже говорит о том, что это не вчера написанные иконы, а какие-то достаточно древние. Он писал об этом в третьем и четвертом веках. Теперь перейдем к различным иконам. Какие иконы мы знаем? Икона Спасителя, как я уже сказал, Святой Троицы, икона Божией Матери. Обратим внимание, что на иконе Божией Матери вот одна икона у меня, это Владимирская, похожая на нее, но немножко другая, икона Донская, Божия Матери, и икона Смоленская, Смоленский образ, образ Смоленской. Что здесь характерно? Божия Матери изображается в красном. Как и Спаситель, кстати, красный цвет это цвет царский. Вот здесь тоже мы видим Спаситель изображен красным, синим. Синий это цвет небесной чистоты, красный цвет царский. В древние времена красную одежду мог носить только тот, кто принадлежал к царственному дому. Император, его домашние слуги, например, римские воины носили красные плащи. Кто-то другой не смел, это все равно, что посягнуть на достоинство императора. Ну, потому-то, кстати, когда Господа пытали, когда он был на допросе у понтия Пилата в приторе, когда его водили к первосвященнику, то воины, написанным в Евангелии, одели на него багряницу, то есть, надели на него красную одежду и, издеваясь над ним, надев на голову терновный венец, который изображал как бы царскую корону, в руки дали трость, трость как символ царской власти и одели на него такую красную одежду и били его, плевали на него и говорили, радуйся, царь иудейский. То есть, они глумились. Он же сказал, что я царь Израилев, ну, раз ты царь, то вот тебе знаки царского достоинства. А когда, кстати, его послали для суда к Ироду, когда понтий Пилат к Ироду послал, то Ирод облачил его в белой одежде. В Евангелии об этом говорится. Потому что белая одежда это была одежда иудейских царей. Ну, вот красный цвет на иконах это цвет царский и поэтому и Божья Матерь, как Царица Неба, как Царица, как Матерь нашего Царя Небесного и Спаситель, видите, изображен в голубых одеждах. Еще в Божьей Матери тоже синие одежда мы видим, это цвет небесный, голубой, цвет чистоты. вот здесь темно так, незаметно, плохо заметно, но есть там голубенькая. Вот. Это канонические такие цвета, потому что современные иконы я видел, где Божья Матерь, и в белом, и вот даже здесь вижу, здесь в зеленом, это более позднее уже, видите, конечно, отличается по стилю Донская, Владимирская икона, и вот Смоленская, Смоленская более позднего письма. Еще, что очень важно, и чем характерна икона Божьей Матери, на ней всегда у Божьей Матери есть изображение звезд на плече и на лбу. Эти звезды, которые изображаются на плечах и на лбу, означают ее преснодевство, дева в Рождестве, ой, дева до Рождества, дева в Рождестве и дева после Рождества, то есть ее преснодевство, то есть что она девой была. Вот на этих иконах мы это хорошо видим. Вот одна звездочка, вот другая звездочка, третью не видно, потому что плечо закрыто Спасителем. Также и здесь мы видим звезда вот здесь на плече, вот на плече, и это плечо не видно, оно закрыто. Звезда, конечно, не пятиконечная изображалась, а вот такие они были всякие, восьмиконечные, узорчатыми. Иконы мучеников тоже часто имеют красную одежду у святых, потому что красный цвет обозначал их мученичество. Вот перед нами икона Исцелителя Пантелеймена, великомученика. Он изображен с ящичком таким лечебным, в котором были лечебные снадобья, и ложечкой. Он был врач, и поэтому вот с такими предметами он изображен. Блаженная Ксения Петербургская, она была еродивая, то есть приняла в себя вид безумия, ее многие считали, что она повредилась, рассудком. И вот она в таком виде изображается на иконе. Обратим внимание, хоть и покрытая голова у нее, как это принято на иконографии, где изображаются жены, но прядка волос, вот видно, выходит. Вот эта прядка волос, мы видим эту прядку волос непременно на иконах, где изображены блаженные, Христа радиеродивые, которые принимали на себя вид безумия. Люди думали, что они какие-то там из ума как-то вышли, потому что они нерешливо одевались, иногда говорили слова непонятные, вели так себя, видимо, как безумные. И вот прядка волос на блаженных таких Христа радиеров всегда изображается. Вот икона мучеников у нас, целитель Пантелеймона, так изображен. Вот икона мученицы Татьяны, вот икона мученицы Анастасии. Что у них общего, помимо того, что красные одежды. В руке мученик или мученица всегда держит крест. Крест – это знак мученичества. Если мы возьмем икону святителя какого-нибудь, то зачастую в руках у святителя обязательно бывает Евангелие или какой-то свиток, потому что он был возвестителем Евангелия и священное писание для его руки оно весьма уместно. Вот икона святителя Иннокентия с Евангелиями. Кстати, вот и обратите внимание, что при изображении Евангелия употребляется обратная перспектива. Вот эта обложка, которая к нам ближе, она маленькая изображена, а задняя обложка изображена большой. Вот. И вот эта рука у него правая благословляющая. Кстати, иногда мы видим на иконах вот такая поднятая рука. чаще всего думают, что это благословляющая рука, но дело в том, что благословляющая рука имеет перстосложение вот такое. Значит, вот этот палец это буква И, это буква С, это буква Х, это буква ХС опять. То есть, Иисус Христос. Поэтому священник или епископ, когда благословляет, он пальцы складывает так. Это называется благословение имясловное. То есть, он благословляет именем Иисуса Христа. Иес, ХС. А вот на иконе мы не видим, что рука сложена таким образом. Она как-то вот так вот. Видите, смотрите как. И на многих, кстати, изображениях мы обратим внимание, что вот редко где так изображается, а чаще всего как-то так. Дело в том, что такое изображение руки, поднятые, это тоже один из изобразительных приемов, который был на изображениях еще до христианства. И он означает не благословляющую руку, а призывающий жест. Жест призывающий. Но уже к чему призывает? И как это, какой смысл вкладывается в этот жест? Это уже зависит конкретно от какой-то иконы. Поэтому, повторяю, иногда свидетель изображается благословляющим вот так, а иногда просто вот так вот рука просто как-то так вот, вот как-то так по-разному пальцам бывает. Вот здесь у нас икона Антония, преподобного Антония Печерского. Как и подобает ему его монашескому чину, он изображен в схеме, в мантии и со свитком, в котором он давал наставление своим братьям. Вот что надо было бы вам знать о иконах и как к ним правильно относиться. Икона, любая икона, даже если ее в храме водичкой не покрапили, молитву на дне не прочитали, она является все-таки святой иконой, потому что на ней изображен святой или спаситель, или Господь спаситель, или Матерь Божия. Вот, но церковное освящение, когда читается молитва на освящение иконы и идет окропление с той водой иконы, это форма церковного благословения, потому что церковь на себя приняла функцию цензуры, ибо не всякая икона благословляется церковью для священного употребления, потому что икона, повторяю, должна быть изготовлена согласно определенным канонам, никакой, как говорится, отсебятины в иконах не должно быть. Поэтому икону мы приносим для священия, когда батюшка просветит ее, тогда она уже как бы благословлена нам для молитвы. Где иконы вешать? Задают вопрос, где дома должны висеть иконы, где угодно, если это место достойное, почетное, ну, конечно, не рядом с зеркалом, где мы смотримся и там что-то там себя приукрашаем, конечно, не на телевизоре, потому что в таком случае главным предметом будет именно телевизор, туда все внимание, не где-нибудь там среди книжек, среди пузырьков, среди колоннам, а какое-то место должно быть достойное, такое, которое соответствует святости этого изображения и удобное для молитвы. Вот так, в общем-то, все, что необходимо вам знать о иконах. Будут вопросы о иконах, задавайте, будем на них отвечать.